Сегодня у нас итоговое заседание Государственной экзаменационной комиссии. Большой период волнений и тревог для учителей, родителей, конечно, для выпускников завершился. Все сдали ЕГЭ, ОГЭ. Результаты получены, и сегодня мы подводим их итоги. Напомню, что в этом году в области 16 тысяч школьников сели за экзаменационные парты, 5 тысяч 11-классников и практически 11 тысяч тех, кто сдавал ОГЭ. Если говорить о главных результатах, то область с организационной частью проведения Государственной диктоговой аттестации справилась. У нас практически не было нарушений. В этом году меньше было удаленных выпускников, всего лишь 3 человека. Порядка нарушения экзамена со стороны организаторов было допущено только всего лишь в 2 случая. Ну, конечно, самое главное – это оценки. Если говорить о динамике, то в целом область по всем предметам, которые сдавались в ходе и Государственной итоговой аттестации в 11-х и в 9-х классах, результаты лучше, чем в прошлом году. Ну, самое главное, да, те, кто называют круглыми отличниками, стабальниками, если говорить о процедуре ЕГЭ, в этом году их 40 человек, это очень хороший результат. Мы стабильно выдерживаем уровень. В предыдущие годы было 38-41, в этом году – 40. Отрадно то, что среди выпускников 9-х классов в этом году ОГЭ в 10 раз меньше сдали, если говорить по старым принципам, по старым школьным отметкам, на двойку. У нас было в предыдущие годы очень большое количество, больше 2 тысяч, в этом году всего лишь 290 человек. Это хороший результат. Радует то, что у нас стабильно высоким остается уровень высокобальников по разным предметам. Мы их называем тех, кто сдал итоговую аттестацию свыше, чем 81 балл и до 100 баллов. И отрадно то, что выросло количество высокобальников по таким предметам, которые раньше в регионе не входили в число наиболее успешных. Это и общество знаний, это и биология, это и химия, и иностранный язык. То, что касается новшеств в процедурах этого года, впервые на территории региона в 100% пунктах приемных экзаменов, а их было открыто больше 180, была обеспечена и печать контрольно-измерительных материалов, и сканирование материалов при проверке, и онлайн-трансляция. С этого года мы, фактически обеспечив 100% процедуру в открытом доступе, будем поддерживать теперь на этом уровне. Есть единственный случай, когда у нас девушка из Великого Устюга сдала два экзамена на 100 баллов по двум предметам. Это, конечно, тоже показатель высокого уровня знаний выпускников Вологодщины. Но многие из них уже сейчас ждут зачисления в высшее учебное заведение, и многие те, кто закончил 9 класс, с хорошими и отличными отметками, пришли в систему профессионального образования. Сегодня мы отмечаем то, что система СПО становится престижной, и очень многие директора колледжа в техникумах на территории региона говорят о том, что к ним приходят ребята, имеющие, ну, фактически круглые аттестаты, аттестаты из одних пятерок или четверок и пятерок. В ближайшем будущем, в 2018 году, а система такова, что фактически только-только закончив процедуру предыдущего года, с осени уже экзаменационная комиссия главная начинает готовиться уже к процедуре ЕГЭ-2018. Принципиальных ношенств не произойдет в организации ЕГЭ, но сейчас рассмотрятся вопросы на уровне Министерства образования о введении дополнительного собеседования при допуске по экзамену по русскому языку. Если говорить об итогах в целом, то, наверное, самым главным результатом является то, что Вологодская область уже стабильно на протяжении нескольких лет подтверждает очень высокий уровень и организации проведения государственной итоговой аттестации, и тех знаний, которые показывают Вологодские выпускники. И это, конечно, заслуга и учительского сообщества Вологодщины, и родительской общественности, ну и, конечно, тех, кто непосредственно занимается организацией итоговой аттестации с точки зрения управленцев. Поэтому ЕГЭ-2017 завершено, впереди подготовка к ЕГЭ-2018. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова